Добрый день, дорогие друзья! С вами Азамат Ушанов, и в этом видео мы с вами будем выбирать нишу. Будем выбирать тему для вашего продукта, потому что данный вопрос, как ни странно, самый распространенный. Вот совсем недавно проводил опрос в Твиттере, и буквально через вопрос спрашивали. То есть, Азамат, я не являюсь экспертом, как не саботировать процесс в записи продукта, я не знаю, на какую тему сделать запись, какой продукт создать, для кого его сделать и так далее. То есть, куча таких одноактивных вопросов. Ну что ж, в этом бесплатном видео мы с вами решим данную проблему. После данного видео вы будете четко знать, на какую тему вы сделаете сногсшибательный продукт. Ну что ж, приступим. Для того, чтобы выбрать нишу, во-первых, нужно знать, что нишу выбрать нельзя. Можно выбрать рынок, можно выбрать тему, можно выбрать сферу, но ниша это несколько другая вещь. И я вам чуть попозже про это расскажу. Но сперва мы должны с вами сконцентрироваться просто на выборе вашего топика. Давайте нарисуем с вами вот такую вещь. То есть, вот это вы. Вы тоже рисуйте, рисуйте, кстати говоря. Возьмите здесь бумаги и сейчас немножко с вами поколдуем. Вот это вы. Далее. Снизу рисуем всех, будто бы ваших знакомых. То есть, это ваши близкие люди. Все люди, с которыми вы вступаете в контакт. В повседневной жизни, в профессиональной жизни. Возможно, через интернет вы с кем-то общаетесь. Вот. Давайте несколько рожиц с вами нарисуем тоже. И данные рожицы будут как раз, ну что ли, ну как бы, репрезентировать этих людей. То есть, вот все эти люди. Почему мы это делаем? Да потому что можно сделать информационный бизнес еще и в паре с кем-то. Вот. Про это мы тоже будем говорить. Вот. Нарисуем такие рожицы. И теперь сперва проводим стрелки от себя самого любимого, как говорится. Либо же от себя самой любимой. Вот. Рисуем три блока. Три блока. И сейчас мы будем делать ответвление. То есть, вот у нас три блока. В первом блоке пишем проблемы, через которые прошли. Так. Ну, вернее, написать нужно даже через которые я прошел. Либо же я прошла. Вот. Далее мы пишем здесь просто слово увлечение. И в третьем блоке мы пишем слово интересы. Все. И теперь давайте поработаем. То есть, подумайте сперва, через какие проблемы в жизни вы самостоятельно прошли. У каждого были такие проблемы. Были какие-то, возможно, ну что ли, как бы неурядицы в жизни. Да. То, что не получалось сперва. И вы сильно переживали по этому поводу. То есть, вот давайте я на своем собственном примере. Я никак не мог выступать публично. Вообще. То есть, в школе, на первом курсе универа. То есть, для меня это было вообще просто... Это был для меня ад. То есть, я буквально трясся. В тот момент, когда на сцену выходил. То есть, вот 20 человек сидит. Мне нужно прочитать доклад какой-нибудь. Все. Меня и сразу... И я, блин, потел. У меня руки там дрожали. Я запинался сразу. Воздух кончался. То есть, все симптомы большого страха публичного выступления. Была такая проблема. И я, слава богу, через нее прошел. И могу людям рассказать о том, как я через нее прошел. Следующая проблема. Что еще у меня было, если вспомнить? Застенчивость была. Большая проблема, кстати, для многих других людей. То есть, я был застенчивый. Что в школе, на первых, как бы, курсах универа тоже застенчивость была большая. Но через это я, слава богу, прошел. Про это тоже могу рассказать. Вы пишите, пишите. У вас тоже какие-то проблемы были. Вот. Не нужно там думать, это глупая идея, она не пойдет, да? Это сто было случаев, там, сто миллиардов случаев, наверное, уже по всему миру, когда люди, блин, богатели. Ну, конечно, не сто миллиардов, потому что всего шесть, там, как бы, миллиардов людей, да? Либо, там, семь. Я вообще не знаю. Вот. Но многие были случаи, когда люди богатели на бредовых идеях. Поэтому бред – это самое лучшее, что вы можете записать на листок бумаги сейчас. Вот. Что еще было, какие проблемы были? Ну, конечно же, финансовые проблемы были. Вот. То есть я могу, например, рассказать о том, как быть, как бы, небедным студентом, да? То есть что-то там, как бы, в этом духе. То есть как решать свои финансовые проблемы в молодости без помощи родителей, там, как бы, и так далее. Тоже вполне прикольная тема. Вот. Это были проблемы. Ну, могу здесь написать целый список. Вот. И вы тоже можете написать целый список, потому что у каждого человека были проблемы, естественно. И вы можете людям рассказать о том, как вы их преодолели. Я вас уверяю, есть куча вот людей, вот, которые сейчас, в этот момент находятся в той ситуации, в которой вы были несколько лет назад. И через которую вы успешно прошли. Почему бы не создать продукт на данную тему? Вот. В общем, проблемы сделали. Здесь записи. Далее смотрим увлечения. Так-так, чем мы увлекаемся? Музыка. Гитара. То есть могу я написать, ну, как бы, сделать запись вот каких-то видео, как научиться, там, играть на музыкальном инструменте. Вот на этом. Ой. Вот на этом музыкальном инструменте. Ну, сейчас играть вам не буду, конечно. Вот. Но я научился играть сам. То есть самоучка. Как стать там, как бы, самоучкой быстро, без никаких проблем. Так, у нас съемка тут все идет. Нормально? Нормально. Так. С гитарой, да? То есть самоучитель по, значит, гитаре. Причем есть много курсов, которые уже на данную тему продаются. Кстати говоря, супер. Если у вас такой расклад, что вы придумали тему, а уже есть много других проектов, это супер. Это значит, что люди в этой нише, простите, на данном рынке, они покупают информацию. Вот. По поводу ниши, как я уже говорил, мы чуть позже с вами поговорим. Есть другое, несколько, как бы, прикольное такое определение, которое очень все ставит сразу, как бы, на свои места. Вот. Хорошо. Увлечения. Потом путешествия. Могу рассказать про свой опыт, как путешествовать по Европе, там, дикарем, да? То есть сделать какой-то информационный продукт, как объездить всю Европу за, там, 30 дней и потратить маленькую сумму денег. Что-то в этом духе тоже. Есть куча разных сайтов про путешествия, где люди делятся опытом своим и продают, естественно, информацию. Далее. Что еще тут есть? Есть? Ага. Если вы застопорились, и вы не можете ничего придумать, ну, нет никаких увлечений, да? Хотя такого не бывает, конечно. Но вдруг, если у вас такой вопрос, то смотрим сюда. Вот на этих вот, как бы, человечков, на ваш ближний круг, тех людей. То есть это, возможно, ваш муж, ваша жена, ваша теща, там, ваши родители, друзья, там, коллеги, да? То есть смотрим теперь на них. Вот я, например, смотрю, ага, что, как бы, чем увлекается моя девушка. Она любит бисер. Очень хорошо в нем разбирается, делает цветы из бисера, там, различные, да, вообще, на загляденье просто. Вот. Я, кстати говоря, мы уже, как бы, статистику в Яндексе смотрели. То есть очень жирная тема про все эти выделки, там, как бы, поделки, люди диски продают на эту тему. То есть вполне можно сделать курс о том, например, как делать букеты для свадьбы из бисера. То есть сделать вот такую, как бы, под тему, да? Потому что один букет из бисера, вот такой прикольный, да, он стоит где-то 15 тысяч рублей. То есть можно записать диск, вот, как бы, получается, как делать данные букеты, и как их потом еще продавать, как сделать из этого бизнес. С помощью интернета, там, возможно, да? То есть бисер. Далее смотрю так. Моя сестра родная любит вышивки. Вот. То есть вышивание. И, конечно же, так, что еще могу посмотреть? Ага. Мой папа любит делать модели самолетов. Можно тоже сделать бизнес. Вполне возможно, не какой-то, как говорится, супер, там, чтобы были какие-то курсы, да? Возможно, сами вот эти вот, все, что он делал, там, целый шкаф, вот, как бы, у него есть, да? Да, то есть там разные модели всякие он делал. Он это тоже может продавать. Вполне возможно, да? То есть все вообще идеи, которые приходят, записываем их сюда. Вот. Смотрите, сколько уже получилось. То есть я здесь посмотрел по поводу своих тем и посмотрел по поводу тем, тех людей, с которыми я, как бы, постоянно общаюсь. Да? Да, то есть вот мои близкие люди. И здесь могу кучу написать различных увлечений моих друзей. Там кто-то, как бы, из моих друзей любит, там, как бы, сноуборд. Да? То есть куча разных тем. С ними тоже можно сделать интернет-бизнес. Вот. Ну и смотрим интересы, конечно же. То есть здесь просто выписываем те темы, в которых вы, либо ваши, там, друзья, возможно, не являются суперспециалистами, да? Но просто вас прет от данной темы. Да? То есть вам это нравится. Я вот сейчас не могу на вскидку вот придумать. Ну, вот хотя можно записать, да? Что вам нравится? Макбуки нравятся? Фирма Apple нравится? То есть, возможно, самоучитель какой-то сделает про, например, iPad, да? Что-нибудь такое. То есть разные такие идеи крутятся в голове. Нужно писать, я как уже говорил вам, абсолютно все нужно записывать сразу. Вот. То есть разные там интересы, как говорится, опять же, да? Там, как бы, пение. Там караоке. Да? То есть разные там интересы. Вообще ваши интересы по жизни. Записываем все. То есть вот смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Уже одиннадцать бредовых тем я выписал. Одиннадцать бредовых тем. Среди данных одиннадцати тем можно гарантированно выбрать хотя бы одну, чтобы уже сделать свой первый, хотя бы пробный информационный продукт. Как только вы выписали все эти темы по такому же алгоритму, который я вам показал, нужно теперь сесть за комп, свою задницу посадить на стул и посмотреть, востребованы ли данные темы. Есть ли по данным темам движуха в интернете? Я имею ввиду, другие люди интересуются данными темами в интернете в массовом количестве, либо же нет. И на данной стадии мы как раз таки с вами отсечем все то, что, как говорится, и мы чувствуем, что это там как бы не мое, да, да и как бы то, что вообще продаваться не будет, тоже отсечем. Вот давайте сейчас выберем хотя бы одну какую-нибудь потенциальную тему с помощью поисковой системы Яндекс. Сядем за комп и сделаем небольшой мини-анализ. Ну что ж, мы сейчас с вами находимся на сервисе wordstat.yandex.ru. И теперь мы проверим с вами статистику ключевых слов на те бредовые идеи, которые мы с вами записали на доске минутами ранее. Ну что ж, давайте сразу с места в карьер. Так, публичное выступление. Вступление. Давайте посмотрим, сколько здесь ключевых слов. Так, публичное выступление у нас 14218 показов в месяц. Что означает, что 14000 раз люди вбивают данную фразу в Яндекс в месяц. Ну что ж, смотрим разного рода другие запросы. Страх публичных выступлений 403. Так, правила публичного выступления у нас 400. Искусство публичного выступления. В общем, куча мелких запросов. Вот. На первый взгляд можно сказать, что данная тема не является перспективной. Но на самом деле, дело совершенно иначе у нас обстоит. Все дело в том, что я сделал свой информационный продукт уже на вот эту тему. Страх публичных выступлений. И что бы вы думали, за первый месяц у меня продалось 49 копий. Причем рекламировал курс я исключительно с помощью Яндекс.Директа. Вот. При таком маленьком трафике. То есть, естественно, использовались разного рода другие ключевые там слова. То есть, полный спектр. Но все равно, даже если вы видите, что есть всего лишь несколько тысяч запросов вообще в месяц. То есть, и потом уже более такие расширенные ключевые слова. Там 100 запросов, 200, 400, 500. Вот. Не нужно сразу данную тему выкидывать в урна. Нужно попробовать. Вполне возможно, у вас получится. Вот. Вот по поводу публичных выступлений. Можно с полной уверенностью сказать, что от страха публичных речей многие люди мучаются. Возможно, они это не признают. И они эту информацию там в интернете вскользь как-то ищут с помощью других запросов. Там, как стать более уверенным, как стать более там спокойным, не нервничать там и так далее. Но все равно можно найти вот такие каналы, с помощью которых можно продать ваш информационный продукт. Даже в том случае, если статистика ключевых слов вас на первый взгляд не впечатляет. Вот меня тоже статистика не впечатляла. Но все равно продукт я создал и он начал продаваться. Вот. То есть, видим, что где-то 14 тысяч запросов у нас на главное ключевое слово. Хорошо, я бы данную тему взял. Я, кстати, ее и взял. Хорошо. Так, следующее ключевое слово, которое мы с вами видели, это застенчивость. Вот. 6 тысяч запросов в месяц. Я бы тоже сделал информационный продукт на данную тему, кстати говоря. То есть, хотя и мало запросов, но все равно это очень вот такая, что ли, животрепещущая как бы тема. То есть, если человек попадает на сайт и там ему вот предлагается хороший информационный продукт, комплексный, подробный о том, как раз и навсегда убрать застенчивость из жизни, то данная проблема, она действительно горит. То есть, одно дело, там, предложить продукт о том, как украсить ваш огород, да, то есть, вот у человека проблем-то нет, но вот как что-то там получить больший кайф, да, то есть, ну, это как-то менее, ну, так скажем, ну, что ли, меньше мотивации у этого человека вот купить данную информацию сейчас. А когда же есть проблема, которая мешает реально жить, продвигаться в карьере как-то, то здесь конверсия гораздо выше. Я не удивлен, что мой курс по публичным речам, он продается, даже несмотря на такой маленький трафик. Да потому что проблема остро стоит у людей, и поэтому они не думают, они берут. Вот. По поводу застенчивости. То есть, здесь тоже у нас 6 тысяч запросов, можно сделать информационный продукт и его продавать. То есть, вполне возможно, что этот продукт не будет какой-то сильно большой. Можно сделать продукт на 2 часа в аудиоформате, например, и поставить цену в 1500, например, и попробовать, как бы, посмотреть, что произойдет. Состенчивость. Смотрим, я бы тоже это одобрил. Далее. Финансовый вопрос. Ну, как там заработать деньги, это всегда уж актуальный вопрос. Ну, давайте введем, как заработать студенту, например, так, да. Студенту, это 1000 у нас запросов, где заработать студенту. Ну, я бы не стал данную нишу брать, потому что студент по определению, он не будет тратить большие деньги в перспективе на информационные продукты. Потому что вы же хотите построить бизнес из нескольких информационных продуктов, естественно. То есть, сначала создать один на тему, потом как-то еще продолжать, как говорится, данную тему, да. То есть, ну, рынок нужно смотреть, чтобы люди были с деньгами, чтобы они покупали информацию. Вот. Я думаю, как бы студент, он как бы не привык покупать информацию, поэтому мы все это проглядим. Но, вот как бы все равно, в том случае, если вот вы, например, думаете, что, а я являюсь специалистом в том, как вот заработать больше денег, да. То есть, я, у меня там много бизнесов раньше было, то есть, как бы, флайновых и так далее. Но вот все загромождено в интернете, столько информации, да. Не вот позволяете вот таким вот, как, блин, гнусным мыслям все портить. Ну, какая разница? Да, много есть специалистов, но все равно, всегда мало специалистов, которые вот дают действительно толковые советы о том, как создать оффлайновый, например, бизнес. Все равно их мало. Если вы можете свою тему изложить более просто, если вы по-настоящему практик, то надо верить в себя. Вне зависимости от того, какая загроможденная ниша, нужно брать и делать. Нужно стараться сделать самый лучший продукт на данную тему, а потом с уверенностью его представить людям. Далее. Гитара. Научиться играть на гитаре, например, да, что-нибудь. Как научиться играть на гитаре? 16 927 запросов в месяц. Вот. Мы видим, что... Вот видите, игра на гитаре. То есть много запросов, естественно, я бы создал информационный продукт на данную тему, будь я, конечно, более... Ну, я просто умею бренчать просто и все. То есть буквально бреннинг, 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 как бы и все, да? Вот. Ну, как бы если бы я знал, как играть, в принципе, перебором, да, то без проблем можно было это сделать. И, кстати, смотрим сюда. Смотрите. Смотрите, научиться танцевать. 52 тысячи запросов. Возможно, вы классно танцуете. Можно сделать просто какой-нибудь курс. Как бы не о том, как делают все, то есть как профессионально танцевать хип-хоп. Можно сделать просто. Как научиться танцевать в домашних условиях, чтобы в тот момент, когда вы придете в клуб, например, да, вы уверенно себя чувствовали. Вы, то есть, учитесь людей не быть профессионалами какими-то жесткими в этом вопросе, а просто любителями, вот, которые хорошо могут, как бы, сплясать, да? То есть обучение танцам 62 тысячи. То есть параллельно при, вот, тестировании всех ваших вот этих самых запросов, да, вы можете наткнуться совершенно вот таким, ну, как бы, случайным образом на какие-то параллельные темы. И сказать, ага, мой знакомый знает, как танцевать, например, хорошо. То есть умеет танцевать хорошо. Самостоятельное путешествие, теперь что-то в этом духе. Вот, 6231 запрос. Путешествие самостоятельное. Я думаю, что люди уже делали информационный продукт на данную тему. По поводу путешествий, вообще, если в более широком контексте брать, то это просто охереть какой трафик, да? То есть это просто пипец. Как провести медовый месяц классно. Свадебные туры. Вот. То есть информационные продукты. То есть, например, диск сделать 45 каких-то, ну, суперэкзотических идей вашего медового месяца. Вот. Сейчас из воздуха беру идеи просто, но вот параллельно смотрите всегда не только на эту область, но еще и на вот эту область. Потому что вы можете взять еще кучу различных параллельных идей. Хорошо. Так, что у нас есть еще? Бисер. Мы с вами смотрели. Бисер. 565 тысяч запросов. Схемы. 122, как бы, тысячи. Вышивка бисером. 64 тысячи. Так. Наберем цветы из бисера. 27 203. Пипец. Так. Надо с моей красоткой делать этот информационный продукт просто как можно быстрее. Так. Что еще? Вышивка. Уууу. Почти миллион. 100 тысяч не хватает до, как бы, миллиона, да? То есть куча различных ключевых слов. Вау. То есть тоже, естественно, контроль здесь пройден. Движуха есть. Так. Что у нас еще есть? Модели самолетов. Так. 42 тысячи. Так. Что еще у нас был? Ну, это я так отбалдываю, там, как бы, писать. Типа Apple, Macbook. Там по iPhone 120 тысяч. То есть, ну, движуха есть. То есть практически на все те вещи, которые я выписал, есть движуха. Но, в конце концов, нужно, конечно же, спросить себя. Когда вы видите, что, ну, трафик, там, потенциально есть, да? Нужно спросить себя, что ближе для вас из тех тем, которые вы, как бы, выписали? Представьте свой бизнес на несколько месяцев вперед. В каком из них вы, как бы, вы бы могли сделать не просто один продукт, а линейку продуктов? Ну, что ж, мы проверили движуху в интернете по всем данным темам. Мы увидели, что есть трафик. Можно пробовать. Но вы должны спросить себя, как я уже говорил чуть-чуть ранее, что, что вам ближе всего? То есть, в чем, в каком вопросе вы видите долгосрочную перспективу? В какой теме вы можете построить потенциально линейку информационных продуктов? Не один продукт сделать, а сделать несколько продуктов? В какой теме вы можете построить большую рассылку, большой подписной лист, чтобы вы могли еще и проводить, вполне возможно, какие-то живые мероприятия? Вот здесь-то вам и нужно все это, как говорится, просто взять и решить. То есть, вот давайте смотрим. То есть, для меня что ближе вообще? Естественно, я бы мог сделать курс про гитару, да? Ну, я просто не чувствую, что я бы занимался с каким-то суперинтересом по поводу этого, да? Потому что, ну, сам я раньше бренчал очень много, но сейчас я бренчу мало обсуждал. Ну, по поводу финансовых у меня уже есть бизнес, который сосредоточен именно на финансовой стороне, про интернет. Вот. По поводу путешествий, ну, здесь, конечно, тоже я не могу там сказать, что я какой-то прям все как бы объездил, да? То есть, это небольшой суперинтерес для меня делать продукты по поводу там странствий каких-то, да? То есть, нет, этого я тоже не взял. Просто вот чувствую по душе. Потому что вот на самом деле вот все, что вы ощущаете здесь, это самый правильный тест на ваш продукт. Самый правильный. То есть, если это страх какой-то, который вот обычно где-то снизу вот у меня лично ощущается, да, вот когда там думаешь, а сработает, как бы или нет, это все фигня, на это нужно плевать. Нужно чувствовать по душе. Вот вы, у вас есть как бы внутри какая-то, что ли, искорка, когда вы думаете про какую-то из этих тем? Вот тогда ее нужно брать. А если нету, как бы искорки? Вот у меня нету. Про, как бы, гитару нету, путешествий нет. Про, как бы, там, студенческий заработок нету. Вот. Про макбук тоже нету. Про пение нету, да? Но! Есть, естественно, у меня про публичное выступление. То есть, я думаю, что вот сейчас у меня еще будет больше практики, там, в ближайшее время, да? То есть, я могу сделать вторую версию своего курса по преодолению страха. Да, то есть, я могу сделать какую-то расширенную версию, естественно. Могу, как бы, начать вести рассылку на данную тему. То есть, вот. По поводу застенчивости, я могу сделать продукт. То есть, я вот чувствую, что на эту тему можно потом построить целую линейку. Сделать вводный курс о том, как стать менее застенчивым. Можно потом уже, как бы, уйти в другие, там, как бы, стороны, там, как бы, уверенности личные. Там, ну, здесь куча всего можно сделать. Как бы, начав с маленькой темы, потом развить это и в тренинге, и во всякие другие вещи. Вот. То есть, прикольно. Далее, чтобы, ну, естественно, со своей девушкой. Мы и сделаем, кстати говоря. Сделаем продукт, который будет связан с бисером. И, возможно, с сестрой сделаем еще продукт насчет вышивок. Кстати говоря, по поводу сестры, сейчас тоже вот это вспомнил. Вот, как бы, нередко вы можете получить роскошную идею в тот момент, когда вы работаете над, как бы, идеями. То есть, вы уже делаете какие-то тесты, да, там, смотрите и так далее. И в этот момент может прийти еще одна идея, про которую вы еще вообще не думали. Как и в этом случае, то есть, по поводу сестры, сначала я написал вышивка, да, но я вспомнил, что у нее уже профессиональная деятельность связана с оценкой. То есть, как бы, с оценкой недвижимости, там, со всякими, там, вещами. И она очень круто разбирается в Excel. И, как бы, она даже в Уфе у нас здесь, вроде бы, ввела какие-то, там, как бы, обучающие классы для, специально, получается, для оценщиков, да, по, как раз, Excel. Как использовать Excel по максимуму для тех людей, которые занимаются оценкой. Естественно, я ее тоже обведу, и сестре надо предложить, кстати говоря, Excel для оценщиков. Далее, по поводу моделей самолетов, ну, пока я еще не представляю, какой информационный продукт на эту тему можно сделать. Может быть, как-то заснять, как у меня отец все это делает и так далее. Я еще подумал вот насчет этого. Ну, у меня папа насчет, там, интернет-бизнеса и так далее, он сильно далек. Ну, посмотрим, короче. Вот. Что мы видим? Раз тема, два тема, там, как бы, три тема, четыре, пять. Можно сделать пять информационных продуктов. Выбрали мы пять, как бы, тем потенциальных, да, и теперь люди спрашивают, у меня несколько тем, что же делать? Блин, какую тему выбрать? В этот момент я вам хочу дать один хороший совет. Если у вас пять равноценных тем, вам нужно закрыть глаза и просто ткнуть в список. Вот у вас лист бумаги, да, ткните просто в список. И вы видите, где у вас ручка. Все. Четыре остальных темы вы просто ставите в план. Вы обязательно эти темы реализуете, конечно, но начать нужно с одного продукта. Начать нужно с одного продукта. С одной темы. Кстати говоря, я вам как раз обещал сказать, вообще рассказать, что такое там, как бы, ниша, да, потому что чуть-чуть другое вообще, как бы, определение. Я лично услышал, когда это, ну, было, как говорится, ну, ну, что ли, озарение, как бы, для меня, да, и вам тоже хочу данное определение передать, потому что многие люди думают, что ниша это как раз-таки рынок, да, то есть выбрать нишу означает выбрать рынок, как бы, блин, сферу, да. Но на самом деле это несколько глубже, по крайней мере, в моем понимании и в понимании вот того человека, который мне данное, как бы, знание, как бы, передал, да. Вот. Что такое ниша? Если заглянуть в словарь, вообще, в словарь русского, там, языка, да, вообще, просто в определение слова ниша. Ниша – это какая-то пустая область. Пустая область. То есть, это ниша в стене, да, как вот, вот, говорят, там есть ниша, вот туда можно что-то положить, да, как бы, ниша, там, как бы, в шкафу, где-нибудь там, в комоде, да, то есть, некое пустое пространство. В интернете что такое ниша? Ниша – это нечто пустое внутри рынка. То есть, берем рынок, вот, большой, да, там, куча людей, у вас, например, вот, как бы, тема бисера, да, как мы уже с вами говорили. То есть, как мы на данном рынке, мы ищем нишу свою. Ниша – это не все вот это. Все это – это рынок, а ниша – это то, что внутри. Вот, так вот, смотрите, мы, вот, как бы, я вам уже сказал, что, как бы, ниша – это что-то пустое в стене, да. Ниша, как бы, в понимании вообще интернета – это нужда. Нужда, которая заполняется вашим продуктом. Нужда внутри вашего рынка, которая заполняется продуктом. Вот, как бы, что такое ниша, в моем понимании. То есть, как бы, действительно, вот, если посмотреть на определение, что-то, как бы, пустое, да. Вот, как бы, ниша, как раз-таки, то, во что нужно что-то положить. В нашем случае, ниша – это нужда на вашем рынке, вот, которую нужно заместить вашим продуктом, вашим информационным продуктом. То есть, например, на рынке бисера в интернете, в этой теме, да, есть куча разных сайтов о том, как делать, там, всякие, там, поделки, украшения, да. Ну, например, нет какого-то комплексного курса о том, как сделать цветы из бисера, как сделать букет свадебный из бисера, как построить бизнес на создании свадебных букетов из бисера. И, причем, возможно, есть нужда по поводу данной темы. То есть, люди ищут данную информацию, они всегда видят какие-то бесплатные, там, урывочные, как бы, в принципе, статьи, да, какие-то, ну, такие, там, какая-то обрывочная информация. Но есть нужда в комплексной, пошаговой информации. Вот такое у нас определение ниши. То есть, внутри рынка, внутри тех тем, которые вы выписали и успешно протестировали с помощью WordStata. То есть, у вас получилось тоже, например, 5 тем, да, и вы закрыли глаза, как я уже говорил, выбрали одну. Ну, вот внутри данной темы ищите свою нишу. Вы должны в этой теме вот найти ту самую нишу, ту самую нужду, в которую вы положите свой продукт. То есть, данная нужда будет удовлетворена с помощью вашего продукта. И еще один маленький секрет, такой, малоочевидный, что ли, дорогие друзья. В каждой нише, даже в самой загроможденной, в каждой абсолютно, я вас уверяю, в каждой нише, даже в нише интернет-бизнеса, даже в нише здоровья, похудания, любви, секса, отношений, да, самых загроможденных нишек, есть нужды, на которые еще не было комплексного ответа. Комплексного ответа. То есть, в интернете, вот парадоксально, да, есть куча информации, но одновременно по миниатюрным, ну, как бы не, я вам по-другому сказал, то есть, по каким-то спецвопросам, по нуждам, да, спецвопросы, внутри большого вопроса, всегда недостает комплексных решений. То есть, вот люди ищут, читают халявные статьи, они прямо захлебываются этим халявным материалом, но у них нет четкого структурного ответа на какой-то вопрос. И вы можете предоставить ответ. То есть, смотрите на нужды, на которые внутри вашего вопроса еще не было комплексных развернутых ответов в виде DVD-диска с большим количеством уроков. Вы будете первым, кто предоставит такое комплексное решение. Создавайте комплексный продукт. Не просто говно какое-то, да, то, что, ну, бывает, модно, там, записал видео, да, там, вот как бы три больших видео, люди пихают на диски, там, все, да. Нет, сделайте комплексный продукт, чтобы было хорошее меню, чтобы было много видео уроков, чтобы было качественно все, и чтобы продукт удовлетворял ту самую нужду, на которой еще не было никакого комплексного, как бы, решения внутри вашего глобального большого вопроса. Вот как вы находите свою нишу внутри вашего рынка, внутри вашей темы. Каждый успешный предприниматель стал известным с помощью данного подхода. Он увидел то, на что еще не было, как бы, не было комплексного решения внутри данного рынка. И он сделал это решение, он предоставил данное решение, и потом он начал уже расширяться на другие смежные вопросы. Начните так же. Повторите тот самый алгоритм, который я вам показал в данном видео сегодня же. Я вам не показал, вот, как бы, чего-то сверхсложного. Каждый может выписать 10 где-нибудь тем, их проверить, потом почувствовать, ну, как бы, посмотреть на статистику, естественно, как бы, выкинуть те, которые, ну, действительно, как бы, не катят, да. То есть, и потом, если, как бы, в принципе, как бы, цифры, как бы, нормальные, да, то есть, запросы есть, посмотрите, вы лично что-нибудь чувствуете, то есть, вы бы построили большой бизнес в рамках данного вопроса. Вот эти темы выберите, выпишите, и у вас есть уже клондайк. То есть, у вас в тетради есть то, что сделает вас вполне обеспеченным человеком. Главное после этого взять и, как бы, обвести что-то одно и начать это воплощать сразу же. Без никаких сомнений, без, как бы, вот таких всяких, мол, а получится у меня, как бы, либо нет. Кстати, такой вопрос тоже у меня был, там, во время опроса в Твиттере. Вот. Сейчас я это дело сотру, чтобы не отвлекало вас, потому что это очень важно. То есть, если вдруг вы что-то ввели, выбрали одну тему, вы знаете, что есть нужда по поводу данного спецвопроса, и вы готовы предоставить комплексные решения, но вас внутри, что ли, одолевает, да, то есть, ну, я не знаю, получите или нет, а вдруг все это херня, да, а вдруг я ничего не продам, да. Если у вас есть такие мысли, то идите на работу. На наемную, как бы, работу. У меня один совет. Потому что предпринимательство само по себе, любое предпринимательство, будь то оффлайн или онлайн, оно предполагает себе риск. Риск потерпеть неудачу. Риск выглядеть тупым. Риск, там, выглядеть вообще, как бы, идиотом. Что в интернете, что по отношению, там, к своим друзьям. То есть, вы должны ждать всего этого. Вы должны ждать, вы должны знать, что будут трудные моменты, естественно. Будут моменты, когда у вас не будет получаться. Будут моменты, когда кто-то над вами будет смеяться. И что? Вы предприниматель. Для вас это предначертано судьбой. Но если вы не сдадитесь после первой же неудачи. Если вы не вот так вот скажете, ну, это фигня, как всегда, там, и так далее. Если вы не разноитесь, если вы просто продолжите. Потому что у вас в списке не, как бы, ни одна идея. У вас их несколько, как мы уже сами говорили, да? Если вы просто продолжите практику и продолжите копать, действовать и рисковать. То ваш продукт, какой-то из ваших продуктов гарантированно выстрелит. И принесет вам даже не сотню тысяч рублей, а миллионы. Миллионы рублей. Я вас уверяю. Вы предприниматель. Поэтому мысли в стиле получится или нет, у вас быть не должно. Вы должны знать, что да, что-то не получится. Это нормально. Это то, вот как бы, через что проходит каждый. Когда я вообще начинал, я получил первый отклик на свою рассылку только на десятом выпуске. Девять выпусков подряд мне никто не писал. У меня было чувство, как будто я пишу просто в стену. Бью, там, как бы, высылаю информацию и все. Да? Но я продолжал это делать. Почему? Потому что мне это нравится. Мне нравится делать рассылки. Нравится делать видеоматериал, аудиоматериал, писать текстовый материал. Я просто продолжал. И все. Если вы тоже будете продолжать. Если вы возьмете ответственность прямо сейчас, что да, что-то может не получиться. Вы можете провалиться. Все может пойти не так, как и вы, как бы, ожидали. И вы будете это знать. Но все равно продолжать постоянно делать шаги. То успех не минуем, дорогие друзья. Продажи на сотни тысяч рублей не минуемы. Миллионы рублей тоже не минуемы. Если у вас будет характер. А в бизнесе это очень важно. Что в онлайновом, что в оффлайновом. И как и везде в жизни. Большое спасибо вам за просмотр данных видео. С вами был Азамат Ушанов. Ваша задача сегодня это повторить алгоритм, который я вам показал в этом видео. Он очень простой. Выбрать тему и уже с завтрашнего дня приступать к ее реализации. Спасибо большое. С вами был Азамат Ушанов. Я желаю вам удачи. И я уверен, что у вас все получится. Дерзайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...